Всем привет! Сегодня хочу приготовить муссовый тортик с малиновой прослойкой. Для муссового торта буду использовать вот такую форму с сердцем. Заказывала я ее на Алиэкспресс уже очень давно, и торт, по-моему, делала в нем один раз. Вот это будет второй раз. Итак, в общем, для торта мне понадобится замоченный желатин. Здесь 8 грамм плюс 30 миллилитров воды. Далее 100 грамм шоколада белого. Мусс будет на белом шоколаде. 100 грамм. Затем 150 миллилитров молока. Что я сейчас буду делать? Молоко нужно подогреть, но не кипятить. Подогреваем молоко. Желатин замачиваем заранее, чтобы он уже был набухший. Когда молоко подогреется, мы соединяем молоко с шоколад и добавляем туда желатин. И все это дело у нас должно постоять и хорошо потом размешаться, потому что молоко будет горячее, шоколад растопится, желатин, соответственно, тоже. И нужно будет еще 350 миллилитров сливок, которые сейчас я достану из холодильника, чтобы они должны быть охлажденные, и буду взбивать. Малиновая прослойка у меня уже готова. Я сделала ее заранее, чтобы сейчас только приготовить мусс, добавить малиновую прослойку и бисквит. В общем, начнем. Так, молоко у меня подогрелось. Прям видно, наверное, это не видно, что идет пар. В общем, молоком мы заливаем наш шоколад. Прям горячим молоком. И сюда же, то есть сейчас шоколад в горячем молоке постоит, и он начнет таять. Сюда же мы отправляем замоченный желатин. Желатин уже хорошо набух. И добавляем в горячее молоко. Сейчас все это дело у нас начнет топиться. Шоколад уже начал плавиться в горячем молоке. В общем, все это перемешиваем до однородной массы, чтобы весь шоколад, весь желатин у нас растворился. Все хорошенечко перемешали. Отставляем в сторону, даем остыть. Далее сейчас займусь сливками. Так, сливки понадобятся 33% жирности, можно 35%. Сейчас мы отмеряем 350 мл. Готово. Сейчас я перелью в чашу с глубоким дном и буду взбивать. Просто взбиваем сливки до пиков. Сливки взбитые. Вот так вот, до мягких таких пиков. Оставляем сливки в сторону. Как видите, шоколад весь растопился в горячем молоке. Теперь нам нужно остудить это до комнатной температуры. То есть примерно 23-22 градуса. Сейчас у нас температура еще горячая. Минут 15-20 надо постоять, чтобы оно остудилось. Даже больше 35 градусов. В общем, оставляем, пусть остывает. Также достала из морозилки. У меня есть заготовочка бисквита небольшая. Я так думаю, я еще буду ее разрезать пополам. Этот бисквитик. В общем, сейчас все остынет. И продолжим дальше собирать. Молоко с шоколадом у меня остыло. И сейчас я буду все перемешивать. Можно добавить в несколько этапов. Так, вот здесь вот крупиночки. Чуть-чуть не размешались. Не будем добавлять. И сейчас мы все это дело аккуратненько перемешиваем лопаточкой. Не миксером. Перемешиваем все до однородной массы. Затем я приготовила кондитерский мешок. Куда буду переливать мусс. Из него будет удобнее заполнять форму муссовую. Все, перемешала до однородной массы. Теперь перекладываю в кондитерский мешок. Потом, если не хватит, я добавлю еще. Так, мы пока отставляем. И моя заготовочка с малиновой прослойкой. Сделала я ее вчера. И убрала в морозилку. Так, сейчас она прям чуть-чуть постоит. Видать, очень хорошо заморозилась. Сейчас будем вытаскивать. Ну что ж, приступим к рецепту. Достаем мусс. Нужно срезать кончик. И начинаем заполнять нашу форму мусса. Почему-то у меня не такой жидкий получился, как в видео, в котором я смотрела. Сейчас мы их сделаем вот так, чтобы у нас хорошенечко разогнулся. Так, теперь сюда мы укладываем наш малиновый конфитер. Так, и добавляем еще сверху мусс. Как бы закрывая прослойку. Так. Какой. Так. Так. Ставьте. заполняю все пустоты вот бисквит там не ложить уже и некуда бисквит я все-таки попробую утопить такой вот ореховый бисквит подрезала его немножко чтобы форму сердца и прям вот так вот его чуть-чуть притоплю тут аккуратненько сравняю слишком много изначально я налила муссо надо было чуть поменьше учимся вы учитесь вместе со мной в общем это будет выглядеть вот так теперь сейчас я все закрою пищевой пленкой и уберу морозилку часов на 5 на 6 мне осталось немножко мусса я все думал что же с ним сделать вспомнила про свою формочку которая показывала в покупках из кондитерского магазина в общем я положил их у меня палочки не пролазит ну ладно вот без палочек так как в них нет никакой прослойки я добавлю сублимированную вишню а потом также их полью может не полью зеркальной глазурью такие вот пирожные тоже отправляем морозилку пока муссовый торт у меня застывает морозилки я приготовлю для него глиссаж или зеркальная глазурь как она еще называется здесь сотейники у меня смешанном 75 грамм воды 100 гр а 150 грамм сиропа глюкозы и 150 грамм сахара сейчас я это поставлю вариться пока сахар не весь не раствориться полностью до того момента оставляем значит кипятиться дальше здесь у меня 12 грамм замоченного желатина и 50 миллилитров воды в этой чашечке у меня так сгущенка 100 грамм и 150 грамм шоколада в общем сейчас варим сироп заливаем шоколад шоколад будет растопиться от горячего сиропа и туда же мы посмотрим если еще не будет совсем остык что даже добавлю желатин все сахар у меня полностью растворился и теперь мы выливаем это все наш шоколад более подробное видео у меня есть на канале этой глазури поэтому сильно останавливаться на ней я не буду так даем буквально постоять пару минут шоколад подтопиться и сюда же мы отправим желатин который сейчас в горячей воде быстро растопится горячим сиропе извиняюсь не в воде все теперь она постоит сейчас и нужно будет это все пробить блендером и сразу на этом же этапе я сейчас добавлю диоксид титана потому что желтый цвет дает белый шоколад желтый цвет дает глазурь и потом чтобы допустим окрасить в красный он не получится ярко красным он будет мутным надо сначала убрать желтизну диоксидом титана а потом уже окрашивать цвет который нужно я хочу окрасить в красный не красный цвет у меня получился какой-то больше малиновый в общем сейчас это все еще очень горячо оставляем остывать при комнатной температуре рабочей температуры примерно 35 градусов то есть как раз у меня к этому времени уже можно будет доставать торт из морозилки и остынет зеркальная глазурь к этому времени а теперь мой любимый момент достала тортик из морозилки глазурь остыла до нужной рабочей температуры и теперь будем вытаскивать торт что может быть я буду вытаскивать торт из морозилки и у меня не будет вот такой тортик получается сейчас вот это немножко мы прямо так руками сгладим вот эти части чтобы на эти места ровно легла глазурь здесь вот немножко желе вылезла даже не жили внутри к малиновая прослоечка кортиком разгладили теперь самые красивые самые прекрасные что можно делать так подвинула так вот чтобы было все видно и начинаем поливать тоненькой стройкой выливаем везде хорошенько чтобы глазурь легла хорошо хрень Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, такой вот муссовый тортик у меня получился Видите, как он блестит? Прямо как зеркальная глазурь Глазурь легла у меня очень хорошо в этот раз Ни просветов нету, ни кусками, ни комками, а все аккуратненько Все красиво Так вот блестит он Прям вообще обалденно Внутри у нас малиновый конфитюр Мусс на белом шоколаде И все это с ореховым бисквитом Все, убираю его в холодильник И до того момента, как буду резать Как разрежу, покажу его в разрезе Настал момент Х, когда можно разрезать тортик Он полностью разморозился Прям даже жалко и влезть Ну, ничего не поделаешь Только посмотрите Какой он получился красивый Такой прослоечка Мусс И небольшой участок бисквита Кусочек Вот так вот он выглядит изнутри Просто обалденно Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok